Добрый вечер вам, добрый вечер уважаемым гостям, телезрителям. Слышу у вас там жаркие дебаты, в том числе и по поводу Крыма. Действительно, сейчас наша съемочная группа готовит материал о тех событиях годичной давности. Ну, я бы не стал его сравнивать с тем российским документальным фильмом, который вышел на этой неделе на канале Россия. Мы, к сожалению, в процессе съемок, где мы только не были, но именно в самом Крыму, в отличие от российских журналистов, нам так и не удалось побывать. Да и вообще, я думаю, что тот фильм российский, о котором вы говорили, это даже не столько фильм об аннексии, это скорее фильм о самом Путине, о герое, который вернул, так сказать, в кавычках Крым в состав России. Наш фильм действительно немного о другом, о тех людях, о тех героях, о которых мало кто знает и, к сожалению, начинает уже забывать. Я могу назвать несколько примеров, если вам интересно. Например, это Дмитрий Гелетицкий, который командовал отдельным батальоном морской пехоты Феодосии. Когда вы работаете над документальным фильмом, наверняка всегда есть какая-то самая любимая история, которую вы услышали, которая вас больше всего задела, потрясла и так далее. Ну, Евгений, буквально пару примеров. Вот Дмитрий Гелетицкий, с ним мы познакомились год назад, когда приехали к нему уже после референдума. И вот он и его батальон, они отказались спускать украинский флаг, поднимать российский. И вот все это продолжалось до последнего, до тех пор, пока Гелетицкого не захватили, жестоко не избили. Или, например, это Игорь Бедзе, который командовал бригадой морской авиации. И вот благодаря его волевому решению, о котором в Киеве мало кто знал, не знал даже министра обороны, и удалось спасти морскую авиацию. Он просто принял решение об эвакуации веренных ему вертолетов и самолетов, и сейчас они в Николаеве. Но об этом человеке мало кто знает. Хотя вот именно для самих военных его пример гораздо более героичный, чем, например, Юлия Мамчура, о котором знают все. Или, к примеру, это Юрий, командующий батальона, простите, бригады, 36-й бригады. У них имеется батальон, горнострелковый батальон. Так вот, его командир уже в то время, когда вся бригада оказалась без оружия, он отказался следовать этому приказу. Они просто забаррикадировались всем своим коллективом. И вот буквально уже украинскому руководству этих ребят пришлось уговаривать сложить оружие, потому что вокруг повсеместно все уже это сделали, и решался вопрос о выходе украинских военных с территории Крыма. Ну и, конечно, вопрос, который меня интересует, и я искал на него ответ, собственно, как вообще это произошло. Как всего за две недели, просто в кратчайшие сроки регион, один из вообще наиболее насыщенных военными регион страны, вот так просто был потерян практически без единого выстрела. А я напомню, в Крыму на то время находилось около 20 тысяч военнослужащих. Ну и я не буду делиться пока своими выводами, я не хочу, чтобы анонс превратился в краткое содержание, но определенные выводы я сделал, если совсем коротко, то лично я убежден, ситуация могла развиваться совершенно иначе, и Крым можно было уберечь.